В Ашхабаде, в Туркмении, начался саммит глав стран СНГ. Торжественную часть открытия этого саммита решили показать в прямом эфире, а именно интернет-издание РИА Новости. Глава Туркмении совершил роковую ошибку. Он решил дать право голоса в алфавитном порядке. Алфавитный порядок у нас получился такой, что сначала выступал президент Азербайджана, а затем слово дали главе Армении. И вышел такой бой без правил, можно сказать. Сначала глава Азербайджана в грубой форме обозвал своего армянского коллегу фашистом. После этого трансляцию прервали. На некоторое время, видимо, они друг друга обменялись пощечинами. После этого слово передали главе Армении, пашиняну. Пашинян не стал долго терпеть и начал высказывать все свои обиды Ильхаму Алиеву. После этого трансляция полностью прекратилась. Видимо, там начался уже бой без правил. Там по почкам, по печени, видимо, начали бить друг друга. В общем, весело-весело началось это совещание. Спасибо РИА Новости за то, что показали всему миру, что такое СНГ изнутри. Действительно большое спасибо этому интернет-агентству. Если нету, то таким образом я предлагаю утвердить регламент и повестку дня с учетом названных изменений. Есть ли? Какие-то другие нет. Я согласен. Спасибо. Принимается. Итак, уважаемые главы делегаций, предлагаю сейчас обменяться мнением по актуальным проблемам нашего сотрудничества в рамках сотрудничества. И приглашаю всех к дискуссии и предлагаю пойти традиционным путем. То есть выступать в порядке алфавита наименования государства. Если нету тоже возражений такого порядка, то мы принимаем. И слово для выступления предоставляется президенту Азербайджанской республики Ильхаму Гендаевичу Алиеву. Пожалуйста. Одним из первых решений Гейдара Алиева после того, как он возглавил Азербайджан, было объявление 9 мая, Днем Победы. С тех пор этот красный день календаря является национальным праздником и нерабочим днем. Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Горегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Горегин-Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад «Открыты» о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В котором говорится дословно «Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Горегин-Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с Третьим рейхом». Это позиция МИДа России. В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в шестом томе издания «Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны», 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война» в 1941-1945 годы. «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны» «Деятельность военной контрразведки в Великой Отечественной войны» «Не могу не отметить, что чрезвычайно впечатлен Ашхабадом, я, между прочим, первый раз в этом городе, его великолепной архитектурой и современным обликом. Хотел бы также выразить признательность за проделанную Туркменистаном работу в рамках председательства в сотрудничестве, нацеленную на дальнейшее развитие СНГ. Ваша продуктивная работа нашла отражение в перечне вопросов повестки дня нашего сотрудничества. Относительно вопросов, которые представлены на обсуждение, я бы хотел отметить следующее. Мы приветствуем декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве и поддерживаем любые инициативы, направленные на углубление экономического сотрудничества и расширение интеграционных процессов среди стран Содружества. Документ определяет стратегические цели сотрудничества, для достижения которых мы считаем необходима последовательная и скоординированная работа как в многостороннем, так и в двустороннем формате. Поддерживаем подписание Конвенции государств-участников сотрудничества независимых государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Считаю, что Конвенция поможет, в частности, развивать наше сотрудничество по расширению применения альтернативных мер лишению свободы за совершенные преступления. Из вопросов повестки для дня нашего заседания хотел бы выделить совместное обращение к народам наших стран и мировой общественности в связи с 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Считаем важным, активным образом информировать современную молодежь как в наших странах, так и за рубежом о той решающей роли, которую сыграли наши народы в победе над фашизмом. По разным оценкам, в этой войне погибло до 300 тысяч мужчин и женщин армянского происхождения. Представители нашего народа не только боролись в рядах советской армии, но и принимали активное участие в движении сопротивления в оккупированных фашистами странах. Между прочим, один из руководителей французского сопротивления Мисак Манущан был армянином. Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий тех лет и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в слове, в речи Ирхама Гейдаровича мы увидели такие попытки, но когда я слушаю его оценки про Гарри Гирян-Ржды, я честно говорю. Субтитры создавал DimaTorzok